Когда мы говорим качественная сборка, то как правило подразумеваем машины, устройства и другие товары немецкого либо японского производства. Именно эти две страны стали эталоном качества, и очень жаль что на прилавках эта продукция встречается все реже и реже, и как правило по заоблачным ценам. Япония например делает очень небольшую партию у себя для собственного рынка, а потом отдает модель на массовое производство в Китай, после чего цикл повторяется уже для следующей модели. Как правило невооруженным взглядом видно более качественный пластик, отсутствие люфтов, и даже надписи как-то лучше нанесены на японских товарах, нежели на той же самой модели скажем китайской сборки. Между тем так было не всегда. Япония стала делать качественные товары сравнительно недавно, буквально лет 50 назад. До этого же японские товары были не ахти, а применяемые в них технологии древними как говно мамонта. Отчасти это объяснялось острой нехваткой ресурсов, но например все вы наверняка видели по телевизору как куют настоящий японский меч Катану. Сталь долго и нудно расплющивают кувалдой, потом складывают пополам, вновь расплющивают, вновь складывают и так далее. Это нужно чтобы сблизить атомы в металлической решетке, что делает металл прочнее. Объясняется это просто, в Японии хуевая сталь. Как только у них появился доступ к нормальной высокоуглеродистой стали, вся эта ёбля с перековкой тут же закончилась. Кстати одно время Япония закупала у СССР двуручные пилы и топоры в несметных количествах, потому что они сделаны из отличной стали, а стоят недорого, и переплавляла для своих нужд. Развитию технологий отчасти помогло отсутствие затрат на армию. После второй мировой войны японцам запретили держать армию, да они и сами особо не рвались. И те же ресурсы, которые другие страны бросили на гонку вооружений, японцы вложили в технологии и производство. Результат налицо. Япония пожалуй самая космическая нация на сегодняшний день, даже в плане бытовых вещей. Но так было не всегда, и если вы например смотрели один из недавних сериалов по Кингу, в частности экранизацию рассказа Последнее дело Умни, где писатель отправился в мир своего персонажа детектива из 30-х годов, с японским ноутбуком, а тот очень удивился что он японский, ведь японцы заводной игрушки сделать не могут. Продукт плейсмент Sony удался. Или другой известный фильм, когда в одной из частей назад в будущее Марти отправляется в прошлое к доку, который еще не изобрел машину времени, тот тоже очень удивляется японским микросхемам в Делориане, ведь в 50-е годы качество японских товаров все еще было отвратительным. А вот потом поперло. Даже термин такой есть, экономический Перл-Харбор. Это когда более качественные и более дешевые японские товары начали вытеснять американские автомобили, телевизоры и прочую технику с американского же рынка. С немецкими товарами то же самое. Изначально знаменитое сегодня клеймо Made in Germany возникло как раз не чтобы похвастаться качеством, а наоборот. Немецких производителей обязали ставить такое клеймо на товары импортеры из других стран, чтобы предупредить потребителя о скорее всего низком качестве товаров немецкого производства. В Германии же сделано. Как видите, символом качества вполне можно стать. У меня вот вопрос. Когда уже наконец клеймо Made in Russia станет таким же символом высокого качества, хоть в одной из областей, кроме штучных, сделанных на заказ машин узкого военного назначения. Чтобы в магазинах гоняться не за лейблом сделано в Японии или сделано в Германии, а за гордой надписью сделано в Израиле, простите, сделано в России. Что думаете по этому поводу? Если отбросить вопрос стоимости, то какую страну производитель предпочитаете. Жду комментов.